Это итоги дня в студии Петр Васильев. Здравствуйте. Коротко о главных событиях вторника, 1 августа. Отправная точка для разворота на восток. В Москве подвели итоги работы Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики. В Якутске стартовал федеральный форум общественников-сообщества. В первый день его участниками стали более тысячи человек. Строительство школы, создание инфраструктуры для судоверфи. Глава Якутии провел рабочий выезд в Жатай. В борьбе с камышами все средства хороши, но коммунальщики столицы изобрели настоящее ноу-хау. В Якутске началось массовое цветение лилий за дивными красотами. Можно понаблюдать в ботаническом саду. Мастер-планы восьми городов Дальнего Востока представят на Восточном экономическом форуме, который пройдет с 10 по 13 сентября во Владивостоке. В их числе мастер-планы Владивостока, Хабаровска, Арсеньева, Артема, Благовещенска, Комсомольска, Наамуре, Находки и Биробиджана. Напомню, по поручению президента страны Владимира Путина реализуется проект по реновации городов Дальнего Востока. Регион разрабатывает 25 мастер-планов городов. Так, мастер-планы Анадыря, Якутска, Нерюнгре, Белогорска, Свободного, Магадана и Краснокаменска будут представлены уже в начале сентября этого года. В Москве подвели итоги работы Комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики за первую половину года. Не секрет, что к этим территориям сегодня приковано особое внимание. Страна разворачивается на Восток, и для быстрого развития важно принимать соответствующие законы. Продолжить тему Максим Кордозов. В этом году парламентарии приняли судьбоносный закон о северном завозе, который осуществляется в 25 субъектов. На Якутию приходится более 50% всех грузоперевозок. Этого закона страна ждала 20 лет. Проект предусматривает создание единого морского оператора, который будет заниматься перевозкой. Также федеральное финансирование в регионах получат объекты транспортно-логистической инфраструктуры. В создании документа активно принимали участие региональные власти. Якутия очень сильно. Не случайно, я вам сказал, что 52% Якутии. Там поправки вносили, спорили всегда. Да практически все территории заинтересованы. Мы убеждены, что с принятием закона о северном завозе, все наши северные территории, продукты, товары, первые необходимости, лекарства, строительные материалы будут пребывать вовремя и по более низкой цене. Еще одна важная инициатива – это программа дальневосточного диктора. Уже 115 тысяч человек получили земельные участки. Якутия в лидерах по освоению новых территорий. В нашей республике было подано больше 10 тысяч заявок на участие в программе. Активно осваивается и арктический диктор. Я скажу вам отличие от дальневосточного гектара. Сегодня брать этот гектар Арктики можно в черте города. Это очень здорово. Магазинчик, по ремонту автомобилей, маленькую гостиницу, просто там какую-то забегаловку сделать. То есть это отличается и уже многие берут именно в черте города. Депутаты Госдумы отметили, что законодательная деятельность, направленная на улучшение жизни жителей Дальнего Востока и Арктики, не заканчивается. Необходимо решать вопросы жилищных субсидий северянам. Также требует внимания регулирование таяния вечной мерзлоты и поддержка территории опережающего развития. Эти задачи будут приоритетными в работе народных избранников. Максим Кордозу, Григорий Николаев, Москва. Айсен Николаев провел рабочую встречу с управляющим директором АО «Полюс Алдан» Алексеем Носковым. В ходе встречи обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества и рассмотрели вопросы строительства домов для молодых специалистов, которые приезжают из других районов и регионов. По словам Айсы Алексея Носкова, данный проект находится на высокой стадии исполнения. В конце этого года планируется сдача первого дома, а строительство второго будет завершено уже в начале 2024 года. Айсен Сергеевич всегда уделяет большое внимание развитию промышленности, в частности Алданскому району. Это его инициатива была создание промышленного пластера. Мы посмотрели итоги работы компании за 22-й год. Ранее я докладывал ему 20-й, 21-й год. Успехи очевидны. И самое главное, что мы развиваемся не только в части промышленности, в части производства, мы и развиваемся в части разведки. Мы только по этому году полтора миллиарда планируем потратить на развитие сырьевой базы. Сразу несколько программ реализуются в городском округе Жатай. Идет активное строительство новой школы, ведется водозведение целого образовательного комплекса. А также дополнительные работы по обеспечению социальной инфраструктурой работников будущей Жатайской судоверфи. С ходом работы знакомился глава Якутия Айса Николаев. Что представили подрядчики и какую оценку выразил глава региона, знает Надежда Саханская. Каждый ребенок имеет равные возможности на раскрытие талантов и гармоничное развитие. Поэтому в Жатай ведется строительство крупнейшего в республике образовательного комплекса «Точка будущего». Впервые в истории Якутии объект возводится на средства частного инвестора – фонда «Новый дом». Проект имеет очень большое значение для нас, не только для города Якутска, не только для городского округа Жатай, но в целом для образовательного процесса в республике Саха и Якутии, для улучшения качества образования. Объект будет оснащен самым современным технологиям, оборудованием, мебелью. Имеет несколько корпусов и жилых, и образовательных корпусов. И я думаю, что уже в 2025 году республика получит в дар такой очень замечательный объект «Точка будущего». Здесь будет возведен целый кластер для детей дошкольного и школьного возрастов. Для реализации проекта нанят зарубежный подрядчик. Но, по словам главы республики, Якутия берет на себя обязательства по подводке инфраструктуры. Детский сад будет на 200 мест, дети от 3 до 6 лет. И, соответственно, школа на 840 мест. Здание образовательного комплекса состоять будет из 7 корпусов. Один из корпусов будет предназначен для занятий дополнительными видами образования. Также в рамках контроля строительства социально значимых объектов Айсен Николаев посетил строительную площадку средней школы. По итогам осмотра глава республики поручил оперативно устранить отставание работ от графика. К сожалению, есть определенное запаздывание. Но подрядчик у нас опытный. Мы надеемся, что будет в августе месяце это опоздание полностью ликвидировано. Между тем, на стройплощадке общежития для работников Жатайской судоверфи увеличено количество строителей. Главе Якутии доложили, что для устранения риска срыва сроков работ разработан новый график. Небольшое отставание планируется ликвидировать в сентябре, а также к этому сроку завершить возведение железобетонного монолитного каркаса здания. У нас также предусматривается социальная инфраструктура. Будет и кабинет врача, и столовая. И, собственно, все необходимые условия для того, чтобы будущие работники верфи, которые сейчас в том числе проходят подготовку у нас в различных вузах СУЗах Российской Федерации, чтобы приезжая сюда, они получали жилье и закрепляли здесь у нас и работали на этом большом проекте. Подводя итоги выездной проверки, Айсен Николаев подчеркнул, что работы на объектах выполняются в соответствии с планом, а где-то с небольшим опозданием. Напомним, по всей республике в 2023 году планируется ввести в эксплуатацию 74 объекта социального значения. Надежда Саханская, Джулустан Иннокентьев, Жатай. Завершился первый день работы форума «Сообщество в Якутске». В течение всего дня на площадках форума обсуждались вопросы демографической политики и поддержки военнослужащих на специальные военные операции до технологического сувенирнитета и вопросов благоустройства и создания комфортной городской среды. Главная задача форума в том, чтобы работа экспертов в регионе имела практическое значение. И те решения и предложения, которые выносились в рамках сегодняшних сессий, были воплощены в жизнь не только в республике, но и по всей стране. Ну и самое главное, по тем направлениям, по которым велась работа, начиная от жилищно-коммунального хозяйства, заканчивая вопросами поддержки наших военнослужащих в зоне специальной военной операции, везде появляются конкретные кейсы, конкретные предложения, которые мы обязательно будем учитывать в нашей дальнейшей работе. Я уже ознакомился с рядом предложений, поступивших по этой линии, начиная от вопросов уличной дорожной сети, заканчивая вопросами дальнейшего совершенствования социальной поддержки наших военнослужащих. И поверьте мне, есть много тех решений, которые мы обязательно примем на вооружение и обязательно будем здесь, у нас в республике не верить. Стало известно о печальной трате, скончался главный врач Якутско-республиканской клинической больницы Васильев Николай Николаевич. Уважаемый врач после окончания медицинского факультета ЕГУП работал в терапевтическом отделении ЕРКБ. В 92-м году на альтернативной основе назначена должность главного врача больницы. В 94-м создал экстренную хирургическую службу, специализированное отделение, открыл новые отделы. Николай Николаевич Васильев более 20 лет представлял интересы жителей Якутска в городской думе. Почетный гражданин столицы Якутии. Глава региона выразил соболезнования в связи с кончиной Николая Васильева. Цитата. «Николай Николаевич всегда отличался своей ответственностью, требовательностью, чувством высокого врачебного долга. При этом он умел расположить к себе каждого, быть надежным старшим товарищем, помочь мудрым советам. Много врачей в нашей республике называют его своим учителем». Конец цитаты. Во всех образовательных учреждениях особое внимание уделяется военно-патриотическому воспитанию. В Южно-Якутском технологическом колледже действует программа профессионального воспитания и социализации обучающихся. В ней есть раздел, направленный на формирование патриотизма среди студенческой молодежи. Таким образом, в учебном заведении реализуются различные мероприятия, работают театрализованные студии, проводятся конкурсы и встречи с ветеранами. Студенты под руководством педагогов активно включились в работу по оказанию помощи участникам специальной военной операции, тесно сотрудничая с военно-патриотическими объединениями. Проводя все эти мероприятия, проводя акции, мы видим, насколько студенческая молодежь активно участвует в данных мероприятиях. Они с удовольствием откликаются на те призывы принять участие в мероприятиях, в акциях. И мы действительно делаем определенную оценку, и это оценка высокого уровня, как раз именно духовно-нравственного, патриотического воспитания среди молодежи. Они разделяют, они понимают, они сопереживают, прежде всего, тем событиям, которые происходят у нас в стране. Мы, конечно же, сами не остаемся в стране и понимаем, насколько это важно, значимо. И мы со своей стороны, со стороны целой студенческой молодежи будем поддерживать и делать все возможное, чтобы вот как раз вот таких событий, наверное, не было. Правительство России расширило перечень премий, лауреаты которых освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц, присуждаемых им денежных средств. Документ определяет, что налогом по ставке в 13% не будут облагаться победители и лауреаты конкурса «Учитель года России», а также премия обладателей-победителей в конкурсах «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года», «Сердце отдаю детям» и «Первый учитель». Этим же документом были установлены размеры призовых выплат победителям профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России» и так далее. С 2023 года они будут получать по 200 тысяч рублей. В Мирнинском районе на сегодня самый главный объект строительства – это дворец детства, который будет введен в эксплуатацию уже в сентябре текущего года. На данный момент подрядная организация выполняет работы по благоустройству территории. Об устройству фасада выполняются работы по внутренней отделке здания. Кладется плитка на лестничных маршах и многие другие работы. Сегодня наблюдается небольшое отставание от графика, но подрядчики будут наращивать темпы. Подрядная организация выполняет в данный момент работы по благоустройству территории, устройству фасада. Выполнены работы по устройству кровли. Также идет внутренняя отделка – это укладка плитки, установка витражей. Смонтированы лифты 100% уже, у нас кровля сделана полностью. В ближайшее время ждем усиления от подрядчика рабочих бригад для скорейшего завершения работы. Организация летнего отдыха школьников – дело хлопотное. Наряду с традиционными направлениями – отдых плюс полезный труд – организаторам всегда хочется дать подросткам чего-то большего и полезного. В этом году на эксперимент пошла компания «Селегдар», предложив участникам летнего трудового отряда сказочную атмосферу. Подробности в следующем материале. Раз, два, три! Первый сезон летнего трудового отряда «Хогвартс» окончен. Именно на произведения «Гарри Поттери» опирались организаторы, когда планировали к открытию летнюю трудовую площадку для школьников, ежегодно функционирующую в «Селегдаре». Идея эта очень интересная. И с первого года, как у нас начали участвовать компания «Золото Селегдара» в проекте, они постоянно какие-то новшества пытались приводнести. И, конечно же, в этом году у них получился не просто трудовой отряд, у них получилась настоящая профориентационная смена. Именно вот эта вот форма работы в дальнейшем и поможет ребятам определиться с профессией. И самое важное, что они смогли почувствовать себя частицей производственного коллектива. Подростки от 15 до 18 лет были распределены по четырем факультетам, на которых занимались не только полезным трудом, но и получали навыки определенной профессии. На факультете фантастических исследований ребята изучали лабораторные процессы, связанные с определением содержания золота в руде. На волшебной кухне учились готовить и подавать блюда. На фабрике грез устраивать презентации и праздники. А в «Магических растениях» прошли курс молодого агронома. Ожидаем еще вторую смену у нас в августе. Для них я уже запланировала другой объем работ и объем знаний, которые я могу передать и опыта юным нашим, так сказать, овощеводам. Ребята все справились с задачей поставленной, которую я им ставила на каждое наше занятие. Очень сплотились как коллектив. За месяц школьники увидели всю производственную цепочку в золотодобывающей компании. Получили новые знания, навыки, подарки от Селегдара, заработали денег и весело провели время. На самом деле я долго думала, пойти ли мне на лаборанта, в техникум. И тут мое решение как бы предстало. Я очень рада, что попала именно на этот факультет. Самый лучший вариант – это будет пойти в Селегдар. Возможно, не на факультет, где я работал, в химический цех, лаборант. Но все же в любом случае я пойду сюда работать, скорее всего, по специальности, на тор, на механика. Первый блин получился приглядным на вид и вполне съедобным на вкус. Как заверяют организаторы, второй сезон в Хогвартсе будет таким же насыщенным и более познавательным. Руслан Павлов, Алдан. В Москве в рамках Клуба друзей Центра социальной интеграции Дианы Гурцкая прошла встреча с серебряным призером паралимпийских игр якутянкой Анастасией Деодоровой. Девушка поделилась историей своего успеха, о том, как ковалась победа на соревнованиях, с какими трудностями столкнулась в период своей жизни. Спортсменка ранее объявила об уходе из большого спорта и призналась, что решение завершать карьеру без заветного золота далось ей тяжело. Тем не менее, девушка планирует продолжить работу в сфере спорта и наставничества. В клубе друзей Дианы Гурцкая Анастасия выступала впервые. Девушка отметила, что всегда открыта к разговорам по душам, так как считает важным напоминать окружающим, что благодаря спорту или творчеству каждый может раскрыть свой потенциал, обрести уверенность и начать вдохновлять других. Спортсменка надеется, что форматы подобных открытых встреч заработают и в Якутии. В Якутии в целом я, наверное, можно сказать, что начинала оттуда, потому что меня всегда приглашали в благотворительный фонд Харасхал, в котором мы проводили и паралимпийские уроки, и паралимпийские фестивали. И именно с этого началось, скажем так, мое спикерское начало. Поэтому, конечно, в Якутии это будет, наверное, одно из приоритетных направлений, в которых будет развиваться и не только такие встречи. Надеюсь, что еще будут еще какие-нибудь проекты. Сплошные стены зеленого камыша в городе – картина не только портящая городское пространство, но и несущая угрозу возникновения пожаров. Ежегодно коммунальщики Якутска выходят на борьбу с сорняком, при этом для большей эффективности, применяя и новые методы. С одним из них познакомилась наша съемочная группа. Сейсарский округ – один из рекордсменов города. По наличию на его территории озера и водоемов разного калибра. Ну, а где есть вода, там растет и камыш. Причем этот сорняк – один из самых быстро растущих в мире. И зачастую традиционный скос не приносит нужных плодов. Поэтому здесь решили использовать настоящий ноу-хау. Вот такое вот полотно из агрила. Само полотно из агрила чаще всего используют для получения раннего урожая. Ну и как средство борьбы с сорняками оно показывает большую эффективность. Материал не пропускает солнечный свет и кислород в достаточном количестве. И таким образом, воздействуя на корневую систему, предотвращает повторный рост. Как признаются сами коммунальщики, подобная техника не только экономит время работы, но и значительно снижает затраты на избавление города от камыша. Постоянные поломки, то есть мотокосы, тоже расходы, лески, бензин, закупы новые, рабочее время. Это ежегодная проблема у нас со скосами травы. И поэтому пришли к такому методу. Посмотрим, будем проверять, как оно в деле. Проект начали внедрять после консультации с дентрологами и представителями ботанического сада. Сейчас такой метод тестируют вблизи заболоченных территорий, пустырей, детских площадок и частного жилого сектора. При его успешности масштабируют и на другие районы округа. На самом деле это очень хищное растение, которое захватывает территорию за территорией. Если мы вспомним, ранее в Якутске столько камыша не было, как сейчас. Плюс этой методики в том, что мы в любой момент можем материал снять и использовать его повторно на других территориях. То есть в самом начале лета мы уже можем с уверенностью сказать, что мы можем регулировать его рост. Работы по уборке камыша традиционно продолжатся до конца летнего сезона. Ну а успешность новых методов можно будет проверить только следующей весной. Когда взойдет или не взойдет сорняк, обработанный по новой технологии. Петр Васильев, Ильяс Ромятников, Якутск. Не теряют актуальности мероприятия, направленные на профилактику табакокурения среди населения Нейрингринского района. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку мест продажи подобных товаров. Были обследованы крупные объекты и социальные торговые точки, которые осуществляют продажу. Результаты показали, что ни один объект в полной мере не соответствует требованиям действующего законодательства. Напомню, что все табачные изделия, никотиносодержащая продукция, должна быть закрыта от глаз посетителей. И должны быть также установлены стенды с указанием на именование и стоимости товара. И только по просьбе покупателя продавец предоставляет для визуализации ту продукцию, которую клиент собирается посмотреть или приобрести. На текущий момент запрещена для реализации продукция отдельные виды продукции, которые содержат повышенное количество никотина. И эта продукция должна быть снята с реализации в принципе. Запрещается любая реклама табака, табачных изделий, никотиносодержащих продукции и средств доставки. И для того, чтобы обезопасить в первую очередь детское население от рекламы, от пропаганды табакокурения, эти рекламные проспекты, а также визуализация любой продукции должна быть убрана с территории наших поселений. Новая детская площадка за счет бюджета городской администрации установлена в Ленске. Местонахождение – отдаленный микрорайон. На торжественном открытии побывала и наша съемочная группа. Лучшее место для отдыха и игры появилось в микрорайоне Чанчик – детская уличная площадка. На торжественное открытие собрались неравнодушные жители. Огромное спасибо хочется выразить главному архитектору. Она потому что вытерпела меня на протяжении трех лет и все наши перипетии. Большое спасибо администрации город Ленск. Анатолий Эдуардович, вам огромное спасибо за поддержку, за понимание. Как отметил глава города, площадка появилась благодаря инициативным жителям. Совместными усилиями с администрацией была выбрана территория, разработан проект. Сегодня планируется облагородить клумбы, дополнительно установленные подрядчиком. Еще в плане у нас тут совместно с жителями отсыпать землей вокруг площадки, немного укрепить газонной травой, чтобы не обсыпалась она по краям сама отсыпка. Я к чему говорю, вот эта совместная работа между жителями по инициативе жителей и при взаимодействии с органами власти, это очень площадка является примером. И я думаю, в будущем мы такую практику будем больше развивать и больше применять. Те, кто впервые посетил детскую площадку в этот день, были удивлены и рады. Мы первый раз здесь переехали недавно и как садик сделали, площадку сделали, очень красиво. Мне-то сын лается, сын он лается, очень. Мы лады, конечно. Садик появился, площадка появилась. Спасибо, конечно, всем. Дети же сразу опробовали все игровые элементы. Мне нравится кататься на качелях, скатываться с корки. Маленьким детям очень нравится здесь находиться. Как считают жители и городские власти, с ними согласны. В таком отдаленном микрорайоне необходимо создавать свои комфортные зоны отдыха и досуга. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Август принес жителям столицы возможность полюбоваться дивными красотами пышных соцветилий или цветы. В Ботаническом саду Института биологических проблем крелитозоны распустились совсем недавно. И настало время для проведения фестиваля, в рамках которого все желающие смогут как поучаствовать в конкурсах, так и подчеркнуть полезную информацию по уходу за лилиями на различных семинарах. За массовых цветением наблюдала и Марина Захарова. Несмотря на ненастную погоду, лилии продолжают радовать глаз яркими красками уходящего лета. Вот уже четвертый год поля Ботанического сада собирают как флористов, черпающих вдохновение для своих творений, так и обычных любителей цветов, что пришли отдохнуть и набраться необходимых знаний, чтобы в дальнейшем вырастить такую красоту у себя дома. Уже четвертый раз мы проводим фестиваль. С каждым годом охват все шире, мероприятий все больше и, естественно, лилии все больше и краше. Каждый год мы проводим в Ботаническом саду Института биологии экскурсии. Люди приходят, смотрят, любуются красотой лилии. Лилии неприхотливы, просты в ухаживании, устойчивы к холодной погоде и вредителям, а также хорошо размножаются. За шесть лет Ботанический сад собрал коллекцию из почти 80 сортов и с каждым годом она будет пополняться. Природа сама по себе, она дает энергию человеку, здоровье, забирает твою плохую энергию. И прямо оттуда выходишь с счастливым человеком. Вот поэтому я сюда очень часто хожу. И без экскурсии одна могу, с подругами могу. Благодаря вот этим растениям идет связь между поколениями. И патриотизм именно вот с этого начинается. Если ты любишь свой сад, огород, участок, свои цветы и так далее. В рамках фестиваля будут проводиться не только экскурсии, но и различные конкурсы, на которых все смогут продемонстрировать свои навыки в составлении цветочных композиций и фотографии. Также будут проведены мастер-классы по выращиванию и уходу за лилиями, флористике и ландшафтному дизайну. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Саха-театр попал в лонглист с российской премией «Звезда театрала» по номинации «Лучший театральный национальный театр». За награду наряду с Якутским театром поборются трупы из Татарстана, Бурятии, Карелии, Удмуртии, Адыгеи, Осетии, Республики Мариэл и Забайкальского края. Уже в сентябре по итогам народного голосования будет сформирован шорт-лист номинантов. Итоги же будут объявлены в декабре этого года на торжественной церемонии награждения. Победители будут награждены главным призом премии – фарфоровой статуэткой «Мима» в черном костюме, держащего в руках золотую звезду 24 карата. На этом все. Наши корреспонденты продолжат следить за развитием событий в дальнейших эфирах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин